За три тысячи. Не, я могу просто так бегать. Просто так бегать. Надо играть. Ну правда, да. Новые специалисты, наверное, для исполка. В какую-нибудь там... ...инлайн зверь. Вот в HSBC меня хотели зверь. Там нормально. Надо уж что-то больше поиграть. Матч за третье место. В Кубке конференции премьер. И встречаются команды Спецсвязь и Мосэнергосбыт. Спецсвязь уверенно обыграла Татнефть. В первом матче наших соревнований тогда счет был 4-0. Затем спецсвязь встречалась с Газпром Энергохолдингом. И в этом матче оступилась. Проиграла со счетом 1-3. У Мосэнергосбыта был только один матч. Сразу в полуфинале. И поражение Сбербанка со счетом 2-4. Я же тебе его подал. Конечно, матч за третье место не то, на что рассчитывала. Спецсвязь все-таки с таким составом сегодня приехала. Глускультик у нас. Да, в спецсвязи не только Холодков обладает хорошим дальним ударом. Есть еще игроки, которые могут здорово приложиться. Ну а теперь Холодков. Кто будет первый на мяче, Холодков-то рановато остановился. Паша, играй! Паша, играй! Ну это самый неточный удар сегодня. Горелов с мячом. Не точно. Горелов с мячом. Больше вратарей передачи делать нельзя. Мяч должен пересечь хотя бы центр. Замены у Мосэнергосбыта по ходу игры. Свежая четверка на поле. Столкнулись два игрока Мосэнергосбыта. Измен onwards. Свежая четвертая спорт. Аплод Вlig administrей. И contrasting. Удар Холодкова с практически отрицательного угла. Так, смотри, у нас сейчас, ну прям вы сейчас хотите, если вы никогда? Можете, да, да, сколько проблем? 20 минут, и он нам будет здесь, наверное, не поздравить. Ну, супер голевой момент сейчас Мосэнергосбыт создал, оставалось только забить. Спецсвязь выглядит, ну, пассивнее по сравнению с предыдущими матчами, то ли силы закончились, то ли уже мотивации не так много. Тамбург в центре поля. Здесь отложенный фолл будет, и как правильно поступил арбитр, не остановив игру. Предвидел все на несколько шагов вперед. Мосэнергосбыт выходит вперед. Ну, это мастерство, это уровень фифа, извини меня. Это вот видение игры, это опыт. Снова численное преимущество в атаке у Мосэнергосбыта. Погорелов тащит. Поза, штаб 2, наверное. Ты как раз начал, а я пассиваю, а потом пассивный. Ну, конечно. Так, сегодня длинный день. А что там, до каких следующих там нет? Ну, вернее, третий. Третий кубок ты имеешь? Да, там в три кубка. Там в 7 часов в последней ночи. А что мы до 8-10? Где-то до 8-30. А что, он еще снимать потом что-нибудь? Ну, что-то да, все равно. Не правильно. Вот эти вот. Не заебался тебе. Не заебался тебе. Меньше трех минут до перерыва. Ну, сейчас, мне кажется, вот он смотрит. Погорелова все чаще приходится видеть в центральном круге. И даже на чужой половине поля. Ой, какая потеря. Даже и здесь Погорелов может отбить мяч. И даже такими частями тела. Ну, 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 ну. Придется сделать небольшой перерыв. Я ничего. Сейчас я вас обораживаю еще и живет. Может, нушат и и хотя бы. В общем, палитно-катарел. Махнуть. Да, стоять будешь. Но не у тебя. Кладко в корпус он сыграл великолепно, развернулся. Очень много потерь мяча у спецсвязи. В основном после этого и случаются такие атаки. Как же он тащит вообще нормально. Очень простая установка у спецсвязи на игру, просто закидывать мяч на Холодкова. Что-то мне не очень интересно. Сломали? Я его довел. Я с поля. Все. Свисток на перерыв. При счете 1-0. Не успели разыграть угловой. Пульвер от Фандорова. Как он и вспомнил, что их ферминает. Присажет? Компания. Если кто-то найдут, они мне сказали, что они будут звонить. И нет, наверное. Для этого я не знаю. Паран был. Вот это играл. Спецсвязь, что ли. А не шестой. А здесь, пока мне шестой. Второй тайм У спецсвязи Богорилов сразу пошел на чужую половину поля Счет спецсвязь категорически не устраивает И не собираются они откладывать в долгий ящик Попытки еще сравнять Хороший, какой стаж был Давай там, пока там, ребята Что? Своего, пусть играет Все, хорошо Все стареется Я ему не точно Тогда Раньше он был бодрее Каждый выходной приезжал играть Всем составом атакует Мосэнергосбыт сейчас Отличный пас на дальнюю штангу был Остался в поле С третьей попытки удалось игрока Корпусом оттеснить от мяча Девушки отдыхают Слава, держи Тебе на то, что выиграет Девушки отдыхают Вся пятерка у спецсвязи атакует. Пока просто катают мяч. Ждут. Ждали уже, можно сказать, ошибки от игроков МОЗ Энергозбыта. Когда на секунду остановятся, где-то упустят игрока. А пока спецсвязисты сами чуть мяч не упустили. Холодков неточен. Но можно ищут? Пойдем дальше. Пойдем дальше. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Выше водичи. Расширяй. Пошел, пошел. Пошел, пошел. Пошел. Пойдем дальше. Пытается спецсвязь включить скорости, поактивнее передвигаться по полю. Ну и в принципе, атаки получаются неплохими, но вот только удары не точны. Решил встретить номерный удар, но почему бы нет, здесь главное мяч сохранить. Пять минут, ну вот сейчас движения откровенно не хватает спецсвязистам. Потери мяча, ворота пустые, но Погорелов все-таки закрывал угол обстрела. Вдвоем против одного вратаря мчится атаку Мосэнергосбыта, но Погорелов, сколько же будет тащить. Погорелов. 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 Все больше опасных ударов, пристрелялись спецсвязисты. Тайм-аут берут теперь. Ты понимаешь, что сейчас еще только час дня? Только час. Это просто, блин, я любил, как говорится. И ненавидел. Три с половиной минуты. Определенный запас времени есть у спецсвязи, чтобы счет сравнять. Угловой. Играет грибы. Блэр. 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 Играет гриба. Нарушение правил, здесь видим карточку, желтая карточка 11 номеру. Второе нарушение у синих. Большую часть работы в этом матче выполняют вратари. Какое-то огромное количество ударов по воротам. Холодков не попал по мячу. Что-то вроде бы здесь был. Юран, подай ту мяч. Брали, да? Горилов теперь уже и лицом отбивает мяч. Холодков один. Желтую карточку получает вратарь. За пределами штрафной мяч в руки взял. Женя, жень, 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 жень. Жень, 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 жень. Жень, жень, жень. Разносите фоксарты, блядь. Уйди, я оттуда. Жень, 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 жень. И снова не точно. Главой. 56 секунд чистого игрового времени. Фалит Холодков. Еще одна желтая карточка. Свободный удар будет. Лоткову придется двух соперников обыгрывать, никто не поддерживает его. Последние секунды матча, Лотков головой бьет, если посильнее. Но нет, и прозвучит сейчас финальный свисток, естественно, за две секунды уже ничего не произойдет. Ну что, сейчас только в ворота метить в надежде на рикошет. Слишком слабо. Все, матч окончен. Победа Мосэнергосбыта. Третье место у них. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok